2014-й еще не закончился, но успел преподнести музейщикам немало приятных сюрпризов. Ростовская область по количеству и уникальности археологических находок не ступает Древнему Риму или даже Египту. Самые яркие старинные предметы обнаружены в исторической части Азова – объекте культурного наследия. Так, по Петровскому бульвару в апреле был найден керамический шар для проведения алхимических опытов диаметров 16 сантиметров. Это самый большой вообще в истории, найденный в Восточной Европе, значит, вот такой предмет для проведения опытов изысканий известных алхимиков. Это первый век нашей эры. Вот смотрите, даже я немножко стал путаться. Вот смотрите, какие интересные находки. Вот раз, два – это вид этого же шара. Еще одна крайне редкая находка для Средневековья – мельница, горевшая при завоевании древнего города Азака. Она работала очень долгое время. Жернова изнашивались, сломанные части сбрасывались сразу же на месте. Вот смотрите, видите, вот жернова видны внизу, да? Вот, значит, от нее сохранился котлован с ямами, и, значит, в которых большое количество, в том числе и разбитых жерновов, то есть это была какая-то крупная большая мельница. 18 серебряных монет. Их обнаружили на линии, которая окружала турецкую крепость. Она была построена русскими и представляла собой глубокую траншею, где находились караулы. Ученые предполагают, что находка принадлежала не простому солдату, а офицеру. Все эти находки найдут, безусловно, свое место в коллекции Азовского археологического музея-заповедника. Вы знаете, что посещаемость этого музея растет с каждым годом. Вообще он вышел у нас на первое место по посещаемости, опередив и областной краеведческий музей, ростовский, к сожалению, и старочеркасский музей, и таганрогский литературный музей. Министр культуры отметил, участие в раскопках принимали учащиеся и сотрудники Варшавского госуниверситета Российской академии наук МГУ. Две экспедиции проведены Азовским историко-археологическим музеем и музеем-заповедником Танес. Он, кстати, тоже может похвастаться интересными находками. Толос – место жертвоприношения, больше двухметровая дорога, кожаные неислившие сапоги, амфоры первого века нашей эры. Валентина Назаренко, Андрей Коробко. Главные новости. Субтитры создавал DimaTorzok